Иногда, сами того не зная, мы можем взять на себя астральные проблемы других людей. Это может круто поменять вашу жизнь и даже закончиться плачевно. Необъяснимые события. Мистические воздействия. Призываю высшие силы родовые. Человеческие судьбы. Вам может устав показать? Мастер рискованных экспериментов Павел Ерыгин. И специалист по непознанному Софье Игнатова. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Устанавливают истинные причины загадочных явлений. Охотники за привидениями. Истории. Леденящая кровь. Опять началось. То, что я хотел вам продемонстрировать. Что за... Что происходит? Это видео нам прислал бизнесмен из Сургута. Антон Михайлович Чижевский. Вот я... Что такое? Прикольно. А кто это так истошно орет? А в том-то и дело, что в доме никого не было. Во как. А можно какие-то подробности? Дом в Подмосковье, возле Щелковских карьеров, встроился специально под аренду для вечеринок. Видео прислал хозяин дома, а снял управляющий Федор. Я уже очень сильно хочу с ними встретиться. Ну, с Антоном Михайловичем, хозяином, ты вряд ли встретишься, потому что он живет в Сибири. А вот Федор завтра с утра тебя уже ждет. Отлично. Павел направляется в Щелковские карьеры, в таинственный дом. Это место сдается для частных увеселительных мероприятий. И в нем побывали сотни людей. Мало ли какой инфернальный след там остался. У меня из головы никак не выходит этот дикий женский вопль. И как говорит моя подруга Софья, я не трус, но в этот раз мне как-то стремновато. В абсолютно пустом доме одновременно произошло сразу несколько паранормальных активностей. Кроме женских криков, там также было зафиксировано движение воды в бассейне и нарушение телевизионного сигнала. Похоже, дело очень серьезное. Приветствую. Здорово. Правильно понимаю, Федор. Павел, да? Все верно. Это вот тот самый домик, да? Ну да. Помимо того, что нам уже известно, еще что-то интересное происходит? Да не знаю. Дом на стопе. Пока стоит уже целый месяц. Не сдаете? Хозяин сказал повременить пока что. А почему? Так решил. Не знаю. Хорошо. А пойдем мы его с тобой посмотрим. Хочешь посмотреть? Я еще как хочу. Пойдем. Мы же не просто так приехали. Федор, кажется, не очень хотел заходить в дом, который находится под его управлением. Либо он слишком испуган, либо ему есть что скрывать. Вот это я понимаю. Хоромы. Ну да. Это сколько? Два этажа, да? Да. Два этажа. Восемь спален. Бассейн. Сауна. В общем, пятьсот метров квадратных для крупных тусовок. Бассейн неглубокий, да, я так понимаю? Ну, для вечеринок. Пианино. Работает. Так, Федь, позволишь я на второй этаж прогуляюсь? Лестница металлическая. Неплохо. Современное здание. Модная отделка в стиле лофт. Однако, в последнее время желающих здесь повеселиться, что-то не находится. Видимо, здесь есть свой шкаф со скелетами. Это такая спальня. Хочешь уединиться – раз, занавесочку. Хочешь общественности – можно убрать. Очень удобно. Интерьер, правда, мрачноватый. Мне кажется, три часа проведешь в таком месте и прям давить начнет. Так, а это что? Закрыто. Федь, да? Вот это что за помещение, которое закрыто? Да это комната хозяина. Я бы не был ни разу, у него только ключи. Мы в нее не попадем никак. Ну, только с ним-то как-то решать. Ага, я понял. Слушай, Федь, мы же видеонаблюдение у тебя можем установить тут? Да, можете. Антон Михайлович разрешил. Так что работайте. Супер. И еще у меня будет к тебе такое предложение. Пожить тут пару дней. Под нашим наблюдением. Паш, я здесь такого натерпелся. Денег нет, аренды нет. Полтергейсты тут всякие. И вообще... Вот тебе ключи, решай сам. Все, удачи. Ну что, мужики, надо технику устанавливать. Причем работа-то тут прилично. Дом оказался слишком большим. И на все помещения техники у нас не хватило. Однако мы постарались установить камеры с максимальным углом обзора. На следующий день на связь снова вышел Федор и сообщил, что с нами хотят встретиться одни из бывших арендаторов. Большие фанаты нашей программы. Я надеюсь, что ребята действительно что-то интересное расскажут. Иначе зачем мы сюда приехали? Просто так померзны? Это не прикольно. Здравствуйте. Ребят, привет. Мы к вам, да, по-моему? Да, к нам. Марго? Петр. Петр, очень приятно. Взаимно. Насколько я понял, вы нам можете что-то интересное рассказать по поводу этого дома. Да, да. Собственно, перед Новым годом мы тусили в этом доме. Да, весело было. Весело. Сначала было весело. А потом как было? Потом мы легли спать, собственно. А когда проснулись, до нас уже никого не было. Это видео покажи просто. Да. Сейчас я вам покажу видео. У вас даже видео есть? Да. Премьера. Раз в 20 лет в полнолуние возможно провести ритуал воскрешения. Пророчества. Мы все в опасности. Проклятия. Демонические силы скоро поглотят все его сознание. Черная и белая магия. В его мире это реальность. Чью сторону он выберет? Новый мистический сериал «Дурная кровь». Скоро на ТВ-3. Охотники за привидениями пытаются понять природу странных явлений, происходящих в доме, сдающемся под различные вечеринки. Сейчас Павел общается с людьми, которые снимали это место для праздника и в панике оттуда бежали. У них даже есть видео того, как это было. Эй, ребят, вы где? Что-то не понял. Ребят, что за приколы опять? Марго, вставай. Что-то здесь никого нет. Все исчезли куда-то. Кого нет? Исчезли. Ну что, они обе прикалываются, что ли? Ребята, а вы где? Блин, да они достали правду уже. Ну сколько можно? Сколько можно после тусовок, да? По-любому сейчас здесь, извините, прячется, наверное, что увидим. Петь. Что там есть? Что-то мне не по себе. Что такое? Воу! Ну, пошли, собирайся. Бери вещи. Давай, давай, пошли быстрее. Очень интересно. Ну вот, собственно, все. Вот ребятам тоже страшно, там как бы сбежали они от нас. Все говорят, женщина в белом ходила и кричала. Ребят, есть у вас желание провести какое-то время в этом доме? Бесплатно? Нет, не в коем случае. Три дня? Нет, нет. Спецпредложения? Только сегодня? Там уже нет. Съемки, съемки нам нравятся, это интересно. Но вот насчет того дома туда ни за какие деньги даже. А можно сфотографироваться? Пихо. Давайте. Ну, давай, да. Сделаем селфи тогда. Давай, самая длинная рука на Диком Западе. Ого, вот. Было. Спасибо большое. Ребят, приятно было познакомиться. Жалко, что не согласились. Ну, если что, вы знаете, куда обратиться. Договорились, все. Поскольку ни одного добровольца пожить в зловещем доме не нашлось, придется это сделать Павлу. Тем временем из Сургута прилетел хозяин таинственной недвижимости, и сейчас он общается с Софьей. Антон, расскажите, пожалуйста, историю этого дома. Ну, дом построили мои знакомые в 2009 году. Модные московские клубные промоутеры. Строили дом чисто под бизнес, под аренду, для задачи вечеринок, задачи под свадьбы. Так раскрутили, в принципе, у них все хорошо пошло. Так, а как к вам этот дом попал? Ну, это такая странная история. Я второй этаж обошел, еще раз на всякий случай проверил. Ничего интересного там не происходит. Поэтому я с чистой совестью буду сейчас пить чай. Паш, а воду в бассейне ты даже ни разу не пощупал. Врод. Да что вы говорите? Сейчас пощупаю. Я же прирожденный щупальщик воды. Ой, вода. Я иду тебя щупать. Ну, бывшие хозяева мне предложили купить дом за треть стоимости. Это когда было? Ну, в начале 2022 года. Предложение было интересное, но все равно деньги большие. И я привлек двух своих партнеров. То есть, по факту получается, что этот дом принадлежит трем людям? Ну да, у нас он. Вам может устав показать? Или декларацию с налоговой принести? Если мне понадобится, я попрошу. Всем внимание, на второй этаж фиксируют движение там. Где? Тайонис Балин на втором этаже. Внимание всем. Напоминает женский силуэт. Это ты пошутил? Нет, не пошутил. Поднимаюсь на второй этаж. Будь аккуратнее. Пройдет напротив лестницы. Ну, вроде началось. Пока непонятно что. Чуть с лестницы не улетела. Фиксирую мокрые следы на полу. До этого их не было. Нет, следов не было. Они направлены в сторону стены. Получается, справа от меня. Ну, сначала бизнес шел нормально, даже хорошо. Мы думали, за полтора года выйдем в ноль. А тут прям все как отрезало. И вот эта чертовщина началась непонятная. А вы дома сами часто бываете? Ну, а зачем мне там? Я последний раз там был летом. Там Федер улет. Скажите, а вы не думаете, что вся эта негативная история может быть как-то связана с Федором? Вы думаете, что он деньги тырит? Нет, я думаю не об этом. Паш, внимание, ты на связи? Там хозяйская комната. В ней открыта дверь в настоящий момент. И не мерцает свет. Как открыта дверь? Она закрыта была, я лично проверял. Уж не знаю как, но вижу на видео, что дверь открыта. Хорошо. То, что мерцает на самом деле, это не хозяйская комната. Это спальня простая. Там всегда были проблемы со светом. Дверь открыта, вижу свет из комнаты. Будь предельно внимательным. Кто здесь? Да вы на фиге не думайте. Он лох. Меня больше мои партнеры. Напрягают. Почему? Мне кажется, что они думают, что я деньги с аренды дома тырю. Они ребята серьезные. А даты рождения знаете? Сейчас найду. Минуточку. Я спрашиваю, кто здесь? Свет погас. Что-нибудь видишь? Черное покрывало. Вот это поворот. Игральный стол, как в казино. Двух ее! Мужики, это что? Волны в бассейне видим. Да, фиксирую у себя волны. Спускаюсь. Паш, покидай этот объект. Все, мужики, я в машину. Я туда не пойду. Значит так. Звезды говорят, что совсем скоро в вашей жизни настанет критический момент. Как вы с этим справитесь, будет зависеть только от вас. Но вы можете рассчитывать на нашу поддержку. И что же мне делать? С вами свяжется. Расскажите, как это произошло? Один из моих пациентов, парень по фамилии Бустров. Уникален. Новый сериал на ТВ-3. Я видела, как он погиб. Своими глазами видел. Парень этот жив. Тогда у меня вопрос. Столу похоронили вместо него. С таким еще не сталкивались ни ученый, ни следователь. Я помню Алешу Бустрова, которого молния убила. Убила? Я не понимаю, как это может быть. По ту сторону смерти. 17 апреля в 19.30 на ТВ-3. Во время ночевки в таинственном доме Павел стал свидетелем кошмарных аномальных явлений. Нами было зафиксировано появление призрака женщины в белом, крики и вполне материальные водные следы и волны в бассейне. Без помощи специалиста здесь не обойтись. Антон Арбатский, экстрасенс, ясновидящий, хиромант. Владеет заговорной магией, регулирует космоэнергетику. Посмотри, какая вибрация идет. А это не ветром так? Нет. Тебе виднее. Я вибрации пока не чувствую. Рамки ошибаться не могут. Пойдем в дом? Ну ты первый. Энергетика дома пронизана отрицательной информацией. Мне даже, честно говоря, сложно представить, что находится там внутри. Классное место, да? Да. Можем корпоративчик потом закатить. Ну, как дело, закроем? Я бы не стал так рисковать. Фонит там наверху, туда тянет. Меня тянуло на второй этаж. Я чувствовал, что я там что-то найду. Очень важно было установить очаг активности, но это было сложно, потому что дом переполнен злом, негативом и чужой энергетикой. Видишь, да, Паш, то, что происходит здесь? Пока нет. А рамки смотри. Здесь везде полно негатива, все углы пропитаны. Около игрального стола рамки мои, они как будто свихнулись, то есть они вращались против часовой стрелки. То есть это сигнализировало о сильном негативе и потоке фоноэнергетики с этого места. Может, воды? Да, меня тянет сейчас как раз к воде. А, про эту воду. Пойдем. Вода – очень мощная стихия. Бывает живая, бывает мертвая. Но вот именно в этом бассейне есть самый эпицентр зла. Здравствуйте. Я Антон, хозяин дома. Антон, здравствуйте. Меня Павел зовут. Это наш эксперт. Он сканирует пространство. Я бы попросил вас пока немного либо помолчать, либо тихо поговорить. Вода в этом бассейне была не просто мертвая, гнилая. От нее прям исходил неприятный запах. В доме находится дух умершей женщины. Что там за стол у вас? Игральный. Стол как стол. А в чем проблема? Проиграла все в карты и утопилась. Крики, которые многие слышали, принадлежат женщине, которая покончила с собой. После проигрыша девушка подверглась физическому и сексуальному насилию. Обнаружив в доме тело, люди испугались и в полицию обращаться просто не стали. Тело они вывезли и бросили. Мне даже многое не хочется говорить, что вообще здесь происходило. Она вот здесь утопилась. А здесь есть другой бассейн. И когда это было? Ноябрь. Декабрь 21-го года. Фух. Тогда меня здесь не было. И что делать-то? Нужно ее отпустить из этого дома. Душа погибшей женщины очень крепко связала себя с этим домом. Все стены были пропитаны. Она не могла просто так уйти из этого дома. Призываю высшие силы моего рода на помощь. Этот дом находится на геопатогенной зоне. И все страшные вещи, которые происходили там, они вместе взаимосвязаны. Нечисть болотная. Нечисть подколодная. Выйди из этого бассейна. Не я тебя гоню. Мои предки гонят. Дом, как губка, он собирал в себя негативную энергетику. А душа, которая находилась в этом доме, она притягивала чужих и других покойников с ближайших кладбищ. Зеркало, зеркало, исказись. Забери из этого дома все, что надумано, начитано, напоено, накормлено. Вся негативная энергия в доме была связана с теми действиями, которые происходили внутри. Это оргии, это сексуальное насилие, это обряды, даже сатанинские. Принимаю. 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 На обряде я освободил дух, который мучился, своего рода мыторством занимался, и он пошел на перевоплощение. Теперь он не будет мучиться так. Призываю высшие силы родовые мне на помощь. С четырех сторон света, с севера, запада, юго-востока. Обряд, на самом деле, который я провел, был очень тяжелым, потому что изнутри дух, он не давал делать очистку этого помещения. Во благо. Но мои родовые, которые стояли за мной, они помогали мне в проведении этого обряда. И я выполнил все качественно. Я провел обряд, душа неупокойная ушла. У нас все получилось, я правильно понял? Да, работу выполнили. А со мной что? Вашей жизни что-то угрожает. Я могу поставить временную защиту. Над Антоном я почувствовал очень сильный ореол черного цвета. Рыба плывет в воде, зверь бежит по земле, птица летит в небе. Как их дороги вместе не сойдутся, так и все боли да хвори. В животе у Антона изведутся. Это своего рода как проклятие на человеке. Оно тянется по родовой линии довольно-таки давно. Если бы не провести эту работу, то человек может скоропостижно раньше положенного времени уйти. Антон, счастливо. Всего доброго. Разрешить все свои проблемы Антон должен сам. Временную защиту, которую я поставил, она лишь даст ему немного времени. Ну а все остальное он должен справиться сам. Щетка была вообще. Аж запекла. Эй, подожди. А что с домом-то делать? От него лучше избавиться, а лучше снеси. Ты с ума сошел? Несмотря на то, что я провел обряд в этом доме, от него я рекомендую избавиться, потому что вот это место, оно энергетически нехорошее. Его построили, может быть, на каком-то даже капище. После некоторых раздумий Антон Михайлович Чижевский продал свою долю в арендном бизнесе своим партнерам. Если вы думаете, что пассивный доход достается просто так, то вы ошибаетесь. Деньги в любом случае сами не приходят. И если вы их не отработаете, то в жизни могут начаться серьезные проблемы, которые порой невозможно решить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...